Чаще всего телефонные аферисты маскируются под официальные сервисы банков, чтобы убедить жертву предоставить личные данные. Звонок начинается традиционно. Звонящий представляется сотрудником финансовой организации и говорит, что зафиксирована атака на счет клиента. Чтобы подтвердить, что разговор ведется с представителем банка, злоумышленник предлагает отправить СМС. В целом Банк России зафиксировал в полтора раза больше мошеннических действий, чем за аналогичный период прошлого года. Это за первые полугодия. И сумма ущерба тоже возросла. То есть за первые полугодия 2020 года общая сумма ущерба составила 4 миллиарда рублей. Собрав всю необходимую информацию, мошенники заявляют, что информация об инциденте будет передана в банк. Спустя некоторое время жертвам поступает звонок от якобы сотрудника службы безопасности кредитной организации. Он подтверждает, что видит попытку незаконного оформления кредита. В последнее время стали фиксироваться случаи, когда звонок и разговор начинаются роботом. Все это делается для того, чтобы более достоверно представить ситуацию, что действительно как будто звонок инициируется банком. На самом деле потом при выборе продолжения в любом случае звонок переводится на конкретного человека. Естественно, это в большинстве случаев как раз мошенник. Отделение Банка России напоминает, что сотрудники кредитных организаций никогда не запрашивают личную информацию. При подобных звонках следует повесить трубку и обратиться за уточнением в свой банк, где была оформлена платежная карта. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».